Кусты поднялись. Всем привет, на этой рыбалке решил сравнить какой воблер лучше по головлю, юзурик или гном от суёки, самому интересно, а то цены на юзурик взлетели больше чем в два раза, вот и возник вопрос, стоит ли покупать его, или можно обойтись гномом от суёки, хотя и гном не такой уж и дешевый. Сравнивать буду просто, 5 забросов одним, потом 5 забросов другим воблером, после чего меняю место и снова по 5 забросов каждым воблером. Начал с гнома. Свои 5 забросов гном отработал холостую, меняю его на юзурика, и на юзурика, и будете выключаться с гномом отруб身ей. Спасибо за просмотр. Поехали. Юзурик тоже никого не поймал, меняю место. Теперь первым будет Юзурик. Юзурик по нулям, меняю его на гномы. И гном отработал холостой. Снова меняю место. Теперь снова первым будет гном. Первый заброс, второй, третий, четвертый и пятый. Есть. Есть. Голова есть такая лопачка. Хорошенький. Такой нормальный вообще лопастик. Гномик размотил счет. Вон полная пасть травы и зеленкий сред. Обошел весь перекат. Везде по нулям. Клев головля очень плохой. Но это даже и хорошо. А то при хорошем клеве, ловит даже не особо рабочие воблеры. Возвращаюсь на первую точку. Теперь первым будет Юзурик. Юзурик снова отработал в ноль. Меняю его на гнома. Юзурик. 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 Первый заброс. Ну что ты будешь делать, форосенок какой? Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Аккуратно взял, думал затраву зацепил опять. Давай, давай, форкусь, братан. Хороший опять, блин. Опять стандарт хороший пошел. Такие четыреста. Опять гномик 2.0 в пользу гнома. Вон за самый краешек прям. Ха-ха-ха. Ну куда ты, куда ты, трав? Ха-ха-ха. Больше поклевок не было. Ни на один воблер, ни на второй. Ну все, хватит. Думаю, и так достаточно. А то на другие воблеры надо покидать. Думаю, понятно, что гномик ничем не хуже из Урика. Возможно, даже лучше. Я бы сказал, даже лучше. Дальность заброса больше. Заглубление чуть побольше. На глубоких точках ловит лучше. Думаю, каждый сделает выводы для себя сам. Лично я не готов покупать из Урика по такой цене. Учитывая, что есть более дешевый аналог от Суёки. Который не хуже, но даже и лучше в некоторых моментах. Ну а дальше я продолжил ловить на другие воблеры. Поймал еще одного головля и окуня. На Суёке ревал сорок восьмой. И в самом конце рыбалки Снова поставил гнома. И взял хорошую щуку. На кило семьсот тридцать. Есть. Есть. Ревальчик сорок восьмой кого-то выцепил. Все таки. Головастик. Головастик, головастик. Оп. Вот такой красавчик. Небольшой. Ревальчик его поймал. 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 А. Акушера. Ем. Для акушера он вполне достойный экземпляр. Поймал. 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 Нормальный. На сорок восьмой ревальчик. Я кушера вполне достойный. Нормально, отцепился. Ничего себе, ничего. Ох, зубастая какая. На свечку вышла, зубастенькая. Главное, чтобы не откусила моего гномика, ё-моё, тут чем я ловить буду. Ух ты, иди сюда, коркодильчик маленький. Ну никакой маленький, нормальный коркодильчик попался. Тихо. Вообще приличная такая зубастенькая. Стоять, стоять. Нормальная. Ух, испачкалась. Ну ладно, помыть. Да тут, блин, подушку нафиг. Вот гномик, правда вне конкурса, но отловился все-таки. Да, зубастай. Хорошая. На этом все. Всем не хвоста, не чешуи. На ваших водоемах. Субтитры сделал DimaTorzok